Как минимум у восьми мобилизованных была бронь от призыва, как у сотрудников оборонного предприятия. То есть никакая бронь не действует. Вам когда говорят бронь, и вы надеетесь на эту бронь, друзья, просто до вас еще не дошли руки. Не потому что бронь, а потому что еще не дошли руки. Очень интересное известие, друзья, это два часа назад появилось на портале Moscow Times военнослужащие Черноморского флота отказались воевать по соображениям совести. Примерно 20 контрактников из 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота написали рапорт об увольнении. Они сослались на невыполнение условий контракта. Командование всем отказало. Пишут издание «Сирена» и «Семь на семь». Военные попросили об увольнении еще в декабре прошлого года. Сейчас они дислоцированы в одном из опорных пунктов российской армии в Херсонской области. Говорят, что идет три точки. Да, надоело. Это все. Отдыхать не дают. Сидят все напорники и ловят опять тремя точками. Да, лицом. Даже не знаю, как вам переводить. Ловят членом мины. Вот так. Ну, а у них здесь так. Все это по-другому сказано. Чтобы отдохнуть, нужно получить ранение и уехать на больничку. Других вариантов нет. Вскоре после того, как военные подали аэропорты, на их опорные пункты приехали командиры, которых, по словам самих членов бригады, в глаза никто не видел несколько месяцев. Командиры-то, они же тоже трусливые. Они отдыхают в других местах. Что им вообще? Какой черт их дернет туда вообще лезть? Нет, они туда не хотят. Они хотят все жить. Поэтому они бросили бригаду, а сами восвояси по домам, к мамкам, к теткам, под дыбачок, под теплые. Так вот, друзья, военное командование отказало служащим в увольнении и лишило их отпусков. Контрактникам сказали, что теперь они будут все сидеть в опорнике безвылазно. Отметил собеседник сирены так. Кроме того, все их посылки начали тщательно проверять и, вероятно, изымать тактические вещи, еду и алкоголь. Я не знаю, что они там посылают или, вероятно, им присылают еду и алкоголь. И вот здесь уже или теплые вещи. Но им не дают. Говорят, что алкоголь образовал в головах язвы, из-за которых туда попадают дурные мысли. Вуаля, все очень просто. Пересказал изданию слова руководства Контрактник. Он также сказал, что члены бригады отказались воевать из-за своих убеждений по соображениям совести. Когда война только началась, им внушили, что они приехали освобождать население от нацистов. Оказалось, что жители Украины этого не хотят, говорит собеседник. Тогда он и начал сомневаться. То есть жители Украины не хотят никакого освобождения, а военным сказали, что они едут как раз на помощь жителям. Российские военные периодически отказываются воевать из-за отсутствия подготовки, снабжения или необходимого вооружения. Военное командование отправляет некоторых отказников в специально оборудованные подвалы, где их избивают и пытают. Известны как минимум о 13 таких местах. Не случаях, а местах. Все они находятся на Донбассе. В конце декабря прошлого года Минобороны решила легализовать секретные тюрьмы, возродив полевые галпт-вахты. Но отказываются, аж не только отказываются, друзья. Очень много молодежи, совершенно молодежи 17 лет, которые теперь бегают и коктейлями молотова начали взрывать, подрывать военкоматы. Это просто гражданская война внутри. Она уже начинается. И были даже видеосъемки, где выгоняли командира, где-то, может быть, и избили какого-то, но выгоняют командира от себя. Командиров, которые не могут руководить, которые не могут ничем обеспечить. А могут ли на самом деле командиры это делать, мы не знаем. То есть обеспечивать своих подопечных. Но вот что самое неприятное, друзья, что еще с 2022 года пишутся статьи о том, что российские военные организовали специальный лагерь для мобилизованных, которые отказываются воевать. А таких очень много. Как сообщили родственники резервистов, на чье письмо ссылается The Insider, Сейчас там находится 21 человек, их держат в подвале и заставляют копать блиндажи, угрожая эту отправить на передовую или расстрелять. Это еще был ноябрь 2022 года. Но уже сколько месяцев прошло и сколько отказников, друзья. Как минимум у восьми мобилизованных была бронь от призыва, как у сотрудников оборонного предприятия. То есть никакая бронь не действует. Вам когда говорят бронь, и вы надеетесь на эту бронь, друзья, просто до вас еще не дошли руки. Не потому что бронь, а потому что еще не дошли руки. Как только дойдут руки, видите, восемь мобилизованных, у них была бронь от призыва, как у сотрудников оборонного предприятия. До отправки в ДНР они работали в горнодобывающей компании «Дальполиметал» в городе Дальнегорск Приморского края. Однако командование не отпустило никого из резервистов домой, отправив сначала на учебный полигон, затем в зону боевых действий, как утверждается, без приписки к конкретной воинской части и специальной подготовке. В ДНР им заявили, что отправят на штурм вражеских позиций. В ответ мобилизованные написали аэропорты об отказе участвовать в штурме по соображениям совести. До конца октября мобилизованных заставляли строить блиндажи в 40 километрах от аннексированного Мариуполя. Оттуда отказавшихся воевать увезли в подвал в поселке Завитне Бажания. Там их посадили в подвал, где измором пытаются заставить отказаться от аэропортов. В одном письме говорится, это который получила редакция, один из наших родственников вышел на связь, сообщил, что их три дня вообще не кормили. На сегодняшний день продолжается незаконное удержание военнослужащих в подвале. Средства личной гигиены им не предоставлены. Оснований насильственного удержания им не сообщают. Называют предателями и угрожают расстрелом. Елена Кашина, жена одного из мобилизованных, рассказала, что у ее мужа нет никакого военного опыта. Во время срочной службы в армии он ремонтировал бронетранспортеры в гараже. Перед отправкой на фронт резервистам дали один раз пострелять из автомата. В остальное время они рыли окопы. Муж Елены Кашиной находится в Украине со 2 октября. Ну, вероятно, может быть, его уже нет в живых, потому что, видите, сведения – это старая статья. Он говорит жене, что не хочет убивать людей. Летом СМИ сообщали об аналогичных лагерях в Луганской области. Туда свозили контрактников, которые отказывались воевать в Украине и решили уволиться со службы. Осенью в них начали содержать иммобилизованных. То есть это лагеря, в которые засовывают иммобилизованных. Понятно, что условия там жизни не очень хорошие, но, однако же, туда именно помещают мобилизованных. И была такая статья в медиазоне, которая называлась «Предлагают обратно вернуться на убой». Ведь люди все прекрасно понимают и понимают, что они там делают на тех фронтах, куда их отправляют. Лагерь для отказников в ЛНР снова работает, теперь там содержат мобилизованных. Ну что же, друзья, вполне понятно, что не хочется воевать. Никому не хочется воевать. Никому не хочется класть в свои жизни непонятно за что. Ведь нет никакой цели. Цель обозначили, но она не работает. Это цель, которую обозначили. Людям говорят одно, а не приезжают на места, там совершенно другое. Это, конечно же, наверное, просчеты в руководстве, в военном руководстве. И да, люди не готовы. Не готовы они не воевать, не вообще выходить воевать без амуниции, без снаряжения, с какими-то старыми винтовками. Вероятно, да и вообще, друзья, при чем здесь война? Я, знаете, вот все теперь понимаю и раскладываю по полочкам. Я хочу сказать о другом, друзья. Вот мы говорим, говорим с вами о воинских действиях, которые сейчас военные там, военные здесь делают то, делают и все это не так, и все никак. А вот возьмите войну, Вторую мировую войну. Возьмите ее за пример. И наложите кальку сегодняшнего дня на ту войну. А, возможно, там было ведь все то же самое. Вы не находите это? А подумайте. Это просто вдолбили в голову, что вот была война, было так и так, что каждый лес на грудью защищать, да, Александр Матросов пошел на амбразуру. Да, может быть, от безысходности, вот такое, как сейчас творится. Конечно, пойдешь на амбразуру и еще куда пойдешь. Просто, чтобы, да, друзья, вот такая ситуация, не очень, конечно, хорошая, но мне так кажется, что именно Вторая мировая война очень похожа на сегодняшнюю. Так же начиналось. Ведь российские военные с немецкими, извините меня, в засос, были в такой большой дружбе. Вместе воевали. В 1936 год. Русские авиационные отряды бомбили Испанию, летали с какой стати, а? А это были мы вместе. Мы вместе начинали Вторую мировую войну. Вместе с немцами. А Италию бомбили. Ну вот вообще непонятно, что было. То есть начали войну вместе. До 1939 шли вместе. До 1940. До 1940 года шли вместе. В 1939-м уже бомбили Польшу вместе. Опять вместе. А в 1941-м, вуаля, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Что произошло, друзья? Что произошло? Как-то странно все, да? Вот когда мы задумываемся, а задумываться нам не дают. А нам нужно бы задуматься над вопросом, А что же тогда было? В 40-х годах прошлого века. Что же было? И возможно было все то же самое. И возможно так же люди бежали. И не хотели воевать непонятно за что и с кем. Ведь немцы только-только стояли. Вот они. В наших генштабах сидели немцы. В наших академиях обучали танковому делу немцев. Обучали летному делу немцев. Танки, металл шел из России. Все страны отказались давать металл Германии и деньги. А откуда у Германии был металл? Ну, угадайте, с трех раз, а? Конечно, Сталин дал ему металл на танки. И прокатывали первые танки у нас, в России. Вы понимаете, да? Нет, вы ничего не понимаете. А деньги Сталин давал. Это были Советского Союза деньги у гитлеровской Германии. Для того, чтобы воевать. Потому что ему никто не давал денег. Вот когда мы начнем изучать правильную историю. Историю, которую от нас сокрыли. Может быть, тогда мы что-то начнем понимать. А для того, чтобы вы ничего не понимали. Для этого и ведется сегодня такая борьба с разными фейками. И с разными неугодными. Поэтому я, друзья, вам о войне, как таковой, рассказывать не буду. Оно мне не очень нужно рассказывать то, что и так понятно. Все это понятно. А вот такие исторические справки, такие некоторые вещи, мы с вами будем подчеркивать, чтобы понимать, что же на самом деле происходит вокруг нас с вами. Не очень приятные ситуации, но мы как-то их должны понимать. понимать и, да, находить какую-то середину золотую. Ведь никто не хочет погибать. А что делать? А что делать, друзья? Вот я женщина. У меня четверо детей. И я спрашиваю вас, мужчин, а что делать? Некоторые из вас предлагают мне какие-то претензии. Говорят, а ты научишь, что делать. Друзья, но вы же мужчины. Вы же те защитники, женщин, своих семей. Я не могу учить, да не хочу учить никого. Разве можно мужчину чему-то учить? Он же гоголем будет прыгать перед тобой и говорить, что он лучше тебя разбирается в военном деле. Так вот и разбирайтесь. Разбирайтесь сами между собой. Как-то приходите к единому решению и мнению. Что же делать? В всей стране что делать? И каждому из вас найдете ответ. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Хорошего дня, вечера. И мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok